Приветствую вас. Ну, давайте мы начнем с вами с того момента, что вы нечаянно у мужчину обидели. Здесь нужно сразу определить так. Чем именно вы его обидели? То есть, почему вы решили, что вы его обидели? Вообще. То, что он вас перестал приглашать куда-либо, и то, что он вам первый не пишет, вы уверены, что это связано с тем, что он вас обидел? Вы уверены, что это связано с тем, что мужчине именно вот неприятно то, что вы, ну, сделали? Если да, то тогда, что ж, в этом нет ничего страшного. Действительно, люди могут иногда, не желая того, обижать других людей, и это совершенно нормально. Если молодой человек вел себя с вами так же, как и всегда, то, может быть, он все-таки не обиделся, может быть, все-таки это вы подумали, что он на вас обиделся, потому что он перестал вас куда-то приглашать и что-то делать. А, действительно, ситуация может быть совсем другая. Тем не менее, вы говорите, что он все-таки обиделся на вас, ну, значит, давайте мы будем все-таки тогда исходить из этого. Вы говорите, что молодой человек не любит, когда женщина проявляет инициативу. Надо сказать, что подобный факт, или лучше, скажем, подобная нелюбовь, она весьма-весьма нормальна, она даже, можно сказать, похвальна. Но, а что есть женская инициатива? Что есть для мужчины женская инициатива в принципе? Что она из себя вообще представляет, по мнению молодого человека, например? Женская инициатива – это когда вы сами его, например, куда-то зовете. Женская инициатива – это когда вы сами что-то предлагаете. Женская инициатива – это когда вы берете ситуацию в свои руки. Это действительно является женской инициативой. Но женской инициативой не является, если вы напишите ему, например, просто что-нибудь, и если вы все как есть, ему скажете. Женской инициативой нельзя назвать элементарное стремление к общению, элементарное стремление к диалогу. Если мужчина считает, что и это женская инициатива, то, простите, тогда человек обладает неуверенностью в себе, и будучи неуверенным в себе, он специально не хочет, чтобы вы проявляли инициативу, потому что боитесь, что этим вы посиднете на какие-то его возможности, на какое-то его положение и так далее. То есть определите для себя и постарайтесь определить с его точки зрения, что является женской инициативой, потому что я думаю, что это все-таки понятие, которое нужно обязательно уточнить, обязательно его нужно раскрыть. И вот тогда, когда вы это понятие уточните и раскроете, вам необходимо будет действовать уже исходя из этого. То есть молодой человек обиделся, молодому человеку неприятно. Если вы считаете, что это действительно так, если вы считаете, что действительно молодому человеку неприятно, то в таком случае нет ничего страшного, нет ничего ненормального в том, что вы ему напишите и скажете, что вот, привет, вот ты знаешь, я не находил себе места, это из-за того, что тебя обидела, ты меня, пожалуйста, прости, не держи меня зла и так далее. Значит, вы здесь пишите, что сама сказать не могу, он говорит, не говорю неоднократно, что не любит женские инициативы. Вы, по сути дела, что сейчас, как вы сейчас поступаете. Вы слепо следуете за мужчиной, вы слепо пытаетесь соответствовать тому направлению вашего взаимодействия с мужчиной, который он вам сам задал, и это, в принципе, хорошо, это нормально, если это вас устраивает. Но, бывают разные случаи, бывают разные ситуации, и в некоторых ситуациях нельзя руководствоваться тем, что вам сказал мужчина. Поэтому, если вы дрожите им, если вы заботитесь о нем, если вы хотите, чтобы он был счастлив, если вы хотите сохранить ваши отношения, то нужно сказать ему, что, ну, дорогой, прости, я знаю, что ты не любишь, когда я первое пишу, но, тем не менее, ситуация исключительная. Вот, я тебя обидел, обидел, и, соответственно, как бы, я хочу тебя попросить прощения и объяснить тебе, почему я так поступила. А также, очень важный момент, на котором я рекомендую вам подумать. Этот момент связан с тем, что вы сказали ему резкие слова и сразу вникает вопрос, а чем продиктованы резкие слова? Какие обстоятельства вынудили вас сказать резкие слова? И если вы сказали резкие слова и знали, что мужчину это обидело, почему не попросили прощения у него сразу? Тогда, когда были еще с ним, вы не сразу осознали, что обидели его? Вы не сразу поняли, что ему неприятно? Или как? Или вы поняли, что ему неприятно, и что он обиделся только тогда, когда он перестал вам писать, когда он перестал вас приглашать куда-то, когда он перестал с вами общаться, то есть, когда вы почувствовали, что его отношение к вам изменилось? Это очень важный момент. Получается, что в этом случае, если вы заметили его обиду только когда он перестал проявлять себя к вам привычным образом, получается, что вам важнее гораздо то, что он вам дает, мужчина вам дает, я имею в виду, а вам важнее то, что вы от него получаете, а не его благополучие, не его состояние, не его счастье. И я в этом случае рекомендовал бы вам пересмотреть свое отношение к нему и пересмотреть обстоятельства, которые провоцировали вас на резкие слова. Ведь эти обстоятельства выйдут, и эти обстоятельства чем-то обусловлены, а это могут быть проблемами с дубами, это могут быть разногласиями с дубами. И если вы сейчас изменитесь, также, ну, однозначно изменитесь, просто чтобы мужчина продолжал удовлетворять ваши потребности, значит, то вполне возможно, что эти обстоятельства продолжатся, эти обстоятельства повторятся. И тогда, в этом случае, вы будете все более и более занимать проигрышную позицию, которая не будет учитывать ваших интересов, которая не будет ориентироваться на вас, которая не будет вас защищать. Молодой человек поймет, что вы все равно попросите прощение у него, если даже он что-то сделает не так, и в итоге будет ситуация ухудшаться. Ну, по крайней мере, такой вариант развития событий вполне возможен. То есть здесь вот нужно обязательно провести уточнение и разбор, более подробный разбор того, что с вами произошло. А так, если посредством отвечать на ваш вопрос, то напишите ему. Это не является инициативой, и это не значит, что вы не должны ему вообще никогда первой писать. Это, знаете ли, уже походит на какой-то императив. А императивов в отношениях быть не должно. Да, есть пожелания, да, есть интересы, да, есть личные границы, но это не императивы. И бывают исключительные случаи, которые лишь только подтверждают, то, что вы вспомните о том, например, чего хотел бы ваш мужчина, вы помните о том, например, как ему удобно, но тем не менее, что-то этого важнее. вот эту более важную роль того, что вы сейчас должны сделать, а вы должны ему написать, потому что это может привести, ситуация может привести в любом случае к довольно серьезным последствиям между вами, особенно если вы недолго с мужчиной встречаетесь, да, вам нужно написать ему все-таки о том, что вы сожалеете о том, что придашь. 3 месяца это срок не такой уж большой, но и не такой маленький. То есть это может быть небольшой срок для того, чтобы, например, создать семью, но, да, достаточно большой срок для того, чтобы понять, что человек вам не чужой, и что он вам дорог, а если он вам дорог, то вы будете нарушать какие-то правила и не будете слепо следовать тому, что он вам говорит. Потому что уверенно он вам говорил то, что является справедливым в обычных условиях, но не является таковым в условиях исключительных, которые есть сейчас. Поэтому последняя моя рекомендация будет подумать о том, почему вы не можете пойти против своего молодого человека, тем самым отстаивать свои интересы и совершать личностный выбор, личностный поступок. Может быть вы чего-то боитесь, может быть вы не уверены в себе, а может быть боитесь его потерять. Я имею в виду мужчину. Если вы боитесь мужчину потерять, ну тогда нужно подумать, а почему вы, собственно, боитесь его потерять? С чем это связано? Это тоже очень важный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!